hello everybody плохой канал и по вашим просьбам я рассказываю про всякие бакерские нормативы ну что на мой взгляд более маразминного наверно ничего вообще не существует но история этого всего и дело достаточно интересная то есть ну первым нормативом был ironbat это железная жопа собственно по-английски кто английского не знает у нас английский все в школе учат но никто его не знает она с 84 года начинается когда 84 году 10 человек в америке значит поехали вот этот вот норматив 1000 миль за 24 часа 1000 миль это 1600 там 10 километров вот за те кто не знает что такое мили в нас в интернете есть по этому поводу какая-то история про какого-то байкеры 60-х годов которую звали гвоздь который на сухаре проехал там тысячу там километров за наркотиками вернулся обратно после этого вот появился такой норматив ничего про это на английском языке не нашел ни в одном месте но может вы нашли езда его что это вообще существует ну такая вот байка у нас вот именно отечественная есть вот хотя у них ее нет восемь втором году появилась идея на машинах проехать и вот восемь четвертом году они проехали вот у десятером вот это вот история после чего организовалась вот эта ассоциация аэронбат смысл его начнем с него ну как с истоков да то есть смысл ее в том значит вы берете значит у них там более сложная история во первых это был норматив платный почему асова не очень любит ездить а любит есть железную жопу потому что за него надо платить за но как бы вы сдаете документы и независимости от того примут у вас их или нет вы заплатить топом не помню 35 долларов что в чем в этом роде русской жопы бесплатная вы сдаете регионы не сбегай вперед это вот вы берете фотографируете одометр с чеком с первая заезд на точку отмечаете на карте куда у поехали и все значит все остальные заправки вы также фотографируете то есть это сама собираете чеки вот и в конце сдаете вот это вот истории в конце еще один показатель одометр и сдаете ну карту в гугле вот собственно и вся нехитрое занятие значит вам нужно проехать тысячу миль за 24 часа уложившись ну чеками вот в эту историю самый прикольный был я одну там проезжал я помню я доехал в одной заправке бензина и вот другой это вообще но это отдельная история ну вот значит вот собственно весь смысл все этого значит подделать это все дело тот спрашивал ну теоретически наверное что-то и можно поделал другое дело вы самому себе это но сдаете норматив вы смогу себе поделать будете шиши идиот что ли вот смешно я сам себе подделал жопу что бы доказать что я могу проехать сам себе ну там себе наврал но смешно вот и того весь смысл то ну как бы все этого дела но что ты можешь это все дело проехать но больше никакого особо нет мне было просто интересно история вот значит железная жопа дальше это наша отечественная аналог этого всего дела как я говорил в предыдущем ролике в описании про про байкерский жилет господин шатов нас кругосветчик проехал вот этот норматив железной жопы где-то там европе вот сдал документы и ничего не получил надо то что видим с россии не что не работали разозлился сделать свою железную жопу по-русски все тоже сам практически делается там больше норматив чего она отличается от арабад ну там много всяких отечественных прям таких разработок там какие-то сумасшедших абсолютно за 48 часов там проезд по-моему там 2000 миль там что-то 3000 что-то я правда не помню там зимние железная жопа еще этот самый зимний железная жопа морозка там есть такой клуб прям но я там до долго же торчал да то есть на знаком то есть и там прям клуб любители жопа то есть вот ну люди просто вот проезжает и для них это такой образ жизни в чем-то в конце скажу чем на мой взгляд плохи все эти нормативы еще есть long distance rider значит и такая вот история это такая тоже американская история по моему тоже где-то 30 чем-то долларов стоит вот вот это все дождь там уже фотографируйте а дойдра балала значит да и сдаете все это дело начнем туда значит платите деньги вот и потом еще раз платите деньги за нашивки если не вам нужны но смысле если вам подтвержден это самый там у них это самая маленькая на мой взгляд этот самый самый маленький норматив то что там есть 500 миль за по-моему до 12 часов до 500 мин 12 часов это сколько у нас там 800 километров там ну к 4600 по вот мне по-английски лучше чем смолевать вкусный вот 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 так вот это весь такой вот норматив его мало кто ездит ездит в основном из-за на ошибки она вот так вот выглядит вот у них вот вот такие вот нормативы вот ну ладно посмотрите что под просто говорить сайты на все я в это описание ссылки ставлю ради богу смотрите сколько хотите но ее как-то мало она известно то есть у нас и почему-то и мало кто есть у меня знакомых есть едет следующий на мой взгляд это русская верста и старейшим таких вот это такой русский аналог не 7 памяти изменять ночные волки его когда-то там основали русская верста это за 14 часов 1000 с чем-то там 1067 километров за 14 часов 14 23 минуты вот вот но ездит ну на мой взгляд но какие-то патриоты там или там но прошу чтобы еще и русскую весту про я честно говоря не стал и приезжать пришли ну когда михи коллекционирую старение настолько коллекционируете всех надо нормативов ну и наконец появилась я могу путь ребят по временному рамку просто ну как между тем давно не интересно пару лет вот поэтому может еще чем чего возникло есть еще до бассеров так называемые нормативы на мой взгляд они самые такие где ну мотив буду бассеров можете посмотреть также ссылка в описании на это дело есть но они такие там в зависимости от кубатуры еще там сделали в принципе вот мне когда беседовал с руководством железной жопы мы предлагали предлагал сделать такие поменьше на мотив то что ну очень много людей ездит на маленьких мотоциклах а на них проехать такое расстояние за такое время ну блин это андрей очень тяжело ну вот вот примерно вот такой вот разброс этого всего дела значит в конце чего могу сказать на мой взгляд вот эти нормативы и при этом ну путешествие езда на мотоцикле это две разные вещи то есть вещь это очень вредная потому как ну вот смысле мало того что она опасная вот и могу сразу сказать значит что никаких рекомендаций а сейчас я расскажу как проект принципе или я не это не рекомендации это просто вот я делюсь какой-то инфой потому как занятие достаточно опасно я вам тут не советчик это ваше лишнее дело зачем вот он делал нужно у меня знакомый один заснул просто и влетел в фуру головой вот правда остался жив ну так просто чтобы просто знали то не так всего весело вся эта история потому как без опыта проезжать нам 24 часа ну так стремновато я бы сказал так вот это ну противоречит на мой взгляд вообще самой основе езды просто когда вы едете получать это удалось то это спорт в сунули в одно в другое не очень сочетается потом как начать все это дело проезжается в зависимости от различных этих нормативов существует разные ну формы да то есть например железной жопе круговая есть там в аром батл один человек не будем его называть проехал по мкаду а рыбать вот так вот кругами потому как вам в америке не знает что мкад это но у них это дорога дорогам кат вот а то что она такая короткая никто же не на этом кругами просто по ней проехал вот издал в железный жопу для прикол до приели в него но это только варим же бат можно в железной жопе такого не сдашь в основном это пункта пункт б носить есть еще поворотные когда не хватает расстояния то есть очень часто вот как раз москва баранович и москва вот этот тот он как раз дает 1000 миль вот такой очень распространенный такой на матите больше беларуси дороги очень хорошие и прямые там нет никого там основная жопа в этих нормативов на мой взгляд две первые то пробки вот вам надо учитывать на этом маршруте когда есть пробки и если они вообще ну светофоры пробки вот это все то есть поэтому в городе это как надо вот за городом от ее начинать да то есть и выезжать там где-то 6 утра то есть вы уезжаете где-то но там 45 приезжайте там на в точку какой-то значит и тороит заправки то есть вам надо рассчитывать ну то есть тот населенный пункт который вы хотите приехать там должна быть заправка обязательно то что он чек нужен а 3 еще скажу чуть-чуть прикол вот поэтому они бывают если это долю но я один раз вот одна у меня железная жопа из таманского просто там нет заправки пришлось заправку искать фиг знает где круга какого давать театр 50 ее пока нашел просто такую тетеньку там будем там быть с утра там 5 утра тетенька дайте мне чек и последний самый прикол нас железной жопе там нужно контакты лица свидетеля на начале путешествий контакты лица в конце путешествия вот представьте себе картину вываливайтесь на заправку и тетенька дайте мне ваш телефон пожалуйста имя фамилию еще нужно записать отчество там такой-то такой-то заправщики например там это это на мой взгляд сложнее чем железную жопу иногда бывает сдать потому как вытрясти я просто я в одном я в городе никель например вытрясу охранника это самое бензоколонки того чтобы больше никто не давал он но это так но точнее вне паспортные данные коснуки с этим телефон личный человек будет давать ну так непонятно кому нормальный человек а когда вы приезжаете в нужно сдав жопу весь такой в говне такой прикольный в мухах чувак да митик фоток безумную существо появляется телефон в одном месте мне так и не дали пришлось по другую в реале был такой прикол городе 겁s как год вот то есть это вот такое но квест такой на введ в принципе есть квест то нужно протAl 체ka это квест которые сами придумали есть повороты и маршруты поворот маршрута сложнее это когда вам нужно в но в точки поворота нужен свидетель обычно байкер свидетельность которая тоже дает свои данные вот и его обратно то есть туда обратно вот тут вот едете вот таким вот образом вот есть вот такая вот еще стою не фотографии еще на все дети фотографируются я знаком со случаем фальсификации когда не проходила все это дело и еще есть такой прикол очень часто забывая что например они едут по одометр подометр это тысячи миль а например по google картам ни хрена нет вот я сам такой уловил пришлось доезжать еще 80 километров потому что я проехал что-то думать декабь смотрю пока ты смотрю а у меня 50 центов не хватает юкорный баб и 85 прошло еще дальше пикет ну а как по-другому не как и кругами там не поедешь еще потом как бы по карте отмечать я уже притом до дома уже доехал дом блин засадок это просто я что-то тормознул задумался вот поехала потом только подумать последний раз и по 3 железная жопа так ехал вот то есть принципе сам себе норматив но он ничего не дает то есть вы имею ну и но повесьте вот можете посмотреть на меня вот я список на вписках железнодорожопников там то есть официальный вот этот список а рыбая работа он дает там торжественное заграждение начать выдачи дипломов уже же вам просто вышли по почте кстати достаточно долго они шлют ну нашивку там диплом по моему что-то еще там вот вот еще вот такие вот значки делал вот мастерской буржуи это сделано в питере вот я делал проектировал вот эту всю историю ну вот где вот там до конца нацепляете в в разных норматив еще есть еще cross rush это когда человек поехал по россии по моему 10 тысяч километров а там ничего не собирает потому что таких людей не так много их и так все знают и год я проехала проехала еще головку по европам 10 тысяч километров точно также то вы таких людей тоже не так много если он проехал этого достаточно три фотки бросила все тот ему дает такой вот наши вот такая вот история то есть ну приезжать ли вам эти нормативы нужны его вообще ну может быть и нужны вот для чего-то может это прикольно вот но то есть что-то дает она не могу сказать что что-то там дает вот то есть но это с общими глазами то все время по отмечаешь по времени сколько ты где очень много времени заправки я знаю одного человека который за это увеличил бак по вам литров на 7 вот уж самое основное время потери это именно заправки вот тому как на вот эта остановка даже не важно, сколько ты бак заливаешь она очень много отъедает по времени если вы по навигатору будете смотреть там целое дело маршрут составлять просто так не получится вот так вот взял куда-то там поехал у меня очень много знакомых поехали вообще ничего не сдали абсолютно потому что у них просто не получилось ее проехать потому что надо рассчитывать маршрут свои силы еще с едой, например, по дороге надо 24 часа ехать с водой, со всей этой фигней это все отнимает время нужно экономить время кто-то у меня, по-моему, геройски за 21 час проехал быстрее, по-моему, не было и кто-то за 48 часов это уже вообще день и стоит двое суток ехать я, честно говоря, не хочу по-моему, человек доехал от Москвы Ростов-Москва, что-то в этом роде 2000 километров что-то такое, есть такой знакомый ну вот, что бог рассказал про эти нормативы спрашивайте я только в жопу ездил и мне это с другой слабо интерес вот я их три проехал первые, повторюсь еще раз первые я проехал из интересов а две остальные просто это удобный способ доставки собственной жопы до точки А в точку Б если быстро надо доехать то здесь отлично я еду с жопы ну и что поделать сейчас за сутки доеду балл, доехал а так бы я еще в носу там говорил неважно, плохая погода, хорошая в дождь, кстати, к жопу ехать вот, ну все, задаем вопросы там пишем экспертные комментарии там и прочее ставим лайки, дизлайки делимся роликами между прочим блин, вот и мы подписываемся на канал субтитры сделал DimaTorzok